10 сентября представители США и Великобритании заявили, что Тегеран поставил в Россию баллистические ракеты малой дальности. Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкин отметил, что десятки российских военных предварительно прошли в Иране подготовку по использованию ракеты ФАТХ-360. По его словам, именно ее Москва и применит для ударов по Украине в течение нескольких недель. Европейский Союз осуждает передачу Ираном ракет РФ и готовит санкции. В заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля говорится, что передача иранских ракет – прямая угроза европейской безопасности. Европейский Союз будет реагировать быстро и в координации с международными партнерами, включая новые и значительные ограничительные меры против Ирана, в том числе обозначение физических и юридических лиц, причастных к иранским программам баллистических ракет и беспилотников, и в этой связи рассматривает возможность введения ограничительных мер и в авиационном секторе Ирана. Из заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза на сайте Совета ЕС. Иран отрицает поставку баллистических ракет России, а санкции со стороны Запада называет якобы враждебными и необоснованными. Как передает агентство новостей Исламской Республики, МИД государства вызвал послов Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии, чтобы официально заявить об этом. В свою очередь, по данным «Гардиан», Париж также вызвал на ковер посла Ирана. Иранское вранье – это, в общем, притча во языцах, и, собственно, как вы понимаете, врут они напропалую везде и всюду. То есть мы могли наблюдать это в течение длительного времени, и всякий раз, когда они… Причем каждый раз они делают это свойственной иранцам страстью, да, то есть разрывая на себе рубаху или балахон, или разматывая чалбу. Все, в общем, как бы здесь ничего нового нет, поэтому пусть собирают дипломатов, пусть рассказывают, чего они хотят. Несмотря на официальную позицию Ирана, в парламенте страны все же проболтались о том, что поставляют вооружение России в обмен на продовольствие. В интервью Дидбан Иран, член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана, признал, что Тегеран вынужден вести с Россией такой бартер. По словам иранского депутата, Тегеран не боится западных санкций, поскольку, цитирую, «хуже, чем сейчас, быть не может». Конец цитаты. Мы продаем оружие и получаем доллары. Мы обходим санкции из-за нашего партнерства с Россией. Мы импортируем из России сою, кукурузу и другие товары. Часть бартера предусматривает отправку ракет, а другая часть – отправку военных беспилотников в Россию. Ахмат Бахшайш Ардыстани. Член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана. В интервью Дидбад Иран. Все очень банально. Им нужно продовольствие. И, собственно, ради этого продовольствия они готовы сотрудничать максимально с Россией. Их попытки наладить хорошие инвестиционные возможности для Китая, то есть там обещания были миллиардов, оказались пшиком. И, собственно, по состоянию сейчас, навряд ли кто-то согласится вкладывать туда большие ресурсы. Сейчас там дырка порядка 200 миллиардов. По данным Defense Express, Иран, вероятно, передал России более 200 ракет дальностью свыше 80 километров. В разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российской войне против Украины говорится, что эти ракеты усилят способность РФ наносить удары по украинским военным и гражданским объектам у линии фронта, а также позволят сохранить часть отечественных ракет для целей в глубине Украины.